Команда КВН Лехпром, ваши аплорисменты! Новосибирский технологический институт, филиал Московского государственного университета дизайна и технологии. Команда КВН Лехпром! Мечты сбываются! Какие мечты? Это не наш слоган. В смысле? Вы что, не Газпром? Блин! А что за Лехпром, это где вообще? Все просто, ребята, карта Лера, голос. Я пока пойду шубу сниму. Это не та карта. Это вообще не то. Очутившись на Красном Проспекте, вы видите Рок-Сити. Заходите за клуб, но все же знают, как заходить за Рок-Сити. Многие даже ни разу не были в самом клубе, но обязательно за него заходили. Здесь вы проходите мимо гаражей и мусорных баков, а вот здесь лежит мужик. Он же лет 15 там лежит, потому что он наш вахтер. Можете спросить у него, как пройти дальше. Здесь вы заходите за угол, и вот есть вход в наш институт. Да, кстати, у нас есть такая специальность, как конструктор Роковый. Поэтому все, кто заходят в наш институт, выходят обутыми. Ребят, я миниатюру придумал. Давайте типа у меня ноги вообще не сгибаются. Хотя нет, хрень какая-то. Действительно. Ну а мы часто слышим вопрос, ты как вообще сюда поступил? Перенесемся в приемную комиссию. И здесь редактура сказала сделать нам звук перемотки. Блин, у меня ничего не получается. На бюджет не тянет. На коммерцию пойдешь? Да? А что это? А потом расскажем. Я поступил. Поздравляю. Спасибо. А ничего, что я седьмом классе? Нормально, борода есть и сойдет. Я эту маму порадую. Мам, я поступил. Ты что выперлась? Что у тебя на голове? Это банды, это, это банды. Вот точно, нужны песни. Есть что-нибудь? Есть. Давай. Мой кумир сегодня в зале, и я расскажу о нем немного. Он давно сидит в жюри и судит, как и все, довольно строго. И в гоночных схватках он гений. Зовут его Зайцев Евгений. Евгений, я попрошу вас лишь об одном. У дочери меня. Ты что постоянно ерунду поешь? Евгений, извините, пожалуйста. Но если быть серьезными, то наши студенты очень популярны. Особенно дизайнер Иван. Группа «Рамштайн» даже посвятила ему песню. О, ты что в собаках? Это унты! Это, это унты! У тебя с песнями вообще не прет. О, зато прет у меня. Взрослая песня. Открывая двери шире, мужики бегут тобою. Без носков и без прически, с двухнедельной щетиною. И бегут по мокрым лужам босоногие мужчины. Зона, зона, я скучаю. Нам амнистию вручили. Мама, я вкупаю, мама, мама, я вкупаю. Ну что, блин, устроили, а? Друзья, извините, просто ребята действительно иногда шьют форму для зоны. Вот, видимо, те взаимностью ответили, научили ерунде. Ребят, вы все такие творческие. Можно я тоже стих расскажу? Ты? Да. Давай. Долго я учился шить, сшил вот одеяльца. Жаль, что не смогу пришить новенькие пальцы. Ты недалекий. Ну ладно, все, все, последний шанс. Интерактивная миниатюра. Гороскоп. Близнецы? Нас называют близнец. Какие близнецы? Они вообще не похожи. Это вообще кто? Это кинты. Это, это кинты. Так, все, хватит, быстро идите отсюда. Давайте нормально, соберитесь, а? Друзья, знаете, несмотря на весь бред, который мы вам сегодня показали, нам абсолютно не страшно идти вперед, потому что с нами наши болельщики. Команда КВН Левпром. В одной четвертой еще моднее. Команда КВН Левпром. Ваши аплодисменты, друзья. Сейчас мы переходим к конкурсу. Разминка. Вопросы задают члены жюри. Команды на них смешно отвечают. Ну что ж, кто задаст первый вопрос? Давайте первый вопрос задаст Роман Варламов. Под ваши аплодисменты, друзья. Включите микрофон, Роман, там вот есть такая штука на нем. Здрасте! Участник высшей линии КВН, друзья, Роман Варламов. И не может включить микрофон. Привет, Максим. Привет, зал. Привет, Сергей, Леша. Всем еще раз здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Как вы знаете, скоро пройдет Евровидение. Оно, кстати, будет юбилейное. Проводится в 60-й раз. И будет Россию представлять Полина Гагарина. И у меня такой вопрос. Кого бы вы послали представлять Россию на этом замечательном конкурсе? И почему? Нет. Просто... Просто кого? Так щас я буду фамилии называть и все. Ну и ладно. Смешно же. Латоха! Смешно же. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Естественно, рубль. Чтоб побыл поближе к евро. Отвечала сборная гиков, друзья. Ответ от команды КВН Левпром. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Меня, конечно. Ответ от команды Левпром отвечает команда КВН Парк Культуры. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Не, ну Гагари, ну правильно, пусть будет первая. Отвечает команда КВН В значит Ваха. А кого бы вы послали на Евровидение от России? А мы бы просто послали. Ответ от команды КВН по любви. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Вот все всегда в нашей стране. Посылают, а надо отправлять. Поэтому и результат такой, что посылают постоянно. И, наконец, ответ от команды КВН все свои. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Батрихан Щекинов. И еще один ответ, друзья. Последний ответ от команды КВН Парк Культуры. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Главное, чтобы микрофон включать умело. Просто верно. Спасибо, друзья, Роману Варламову. Давайте поаплодируем ему. Двигаемся дальше. Свой вопрос задает Сергей Лисовой. Здравствуйте. Здравствуйте, все люди. Я рад, что вы пришли. Приходите почаще. Завтра приходите. А куда? К Лехе куда-нибудь приходите. Он зовет кого-то вас. Ладно, не суть. Мой вопрос. В общем, дело такое, ребята. Хочу завести домашнее животное себе. Какое? Подскажите мне. И как бы вот его можно назвать по-вашему? Сразу же ответ на первой секунде от команды сборной гиков. Кто же это будет? Отчетился рукой. Получил Дюссалей все-таки. Да. Отвечает команда КВН Лехпром. Какое животное мне завести и как его назвать? Послать бременских музыкантов, чтобы за штанами далеко не ходить. Можно назвать просто. Окей. Хорошо, можно. Серега, рубашка у тебя замечательная. Нравится же всем рубашка у Максима. Если нравится, похлопайте. Я сама весна сегодня просто. Видишь, всем нравится. Красиво, правда. Какое животное мне завести и как его назвать? Прошлое что, убил что ли? Ну? Это был ответ от команды КВН «Все свои». А вот почему у них есть катерти, а у нас нету с Ромой? А? Потому что это… Там есть уважаемый человек, понимаешь, который представляет комитет по делам молодежи. Он свою привез просто и постелил, вот. Роман думает, что им горячее принесут, а нам не надо. Роман может рубашку… Расстраивается и сидит. Отвечает команда КВН «По любви». Какое мне животное завести и как его назвать? Сереж, зовите меня, я неприхотлив. Хорошо. Это был ответ от команды КВН «По любви». Отвечает команда КВН «Парк культуры». Итак, какое животное мне завести и как его назвать? Сереж, мы как барабин с тебя советуем завести карася окунем, ты себе руку уже расцарапал. Хорошо. Отвечает команда КВН «В», значит «Ваха». Какое животное мне завести и как его назвать? Приходи в арену, там много разных животных. Хорошо, спасибо. И последний ответ от команды КВН «Все свои». Какое животное мне завести и как его назвать? Жирафа. Он ведь такой же красивый, как ты. Спасибо. Как кто, Сережа? Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей Лисовов, друзья. Следующий вопрос задает Курмашов Евгений. Друзья, всем добрый вечер. Эй! Ребят, вот я смотрел, читал все статьи и новости, которые в интернете, и на протяжении 10 дней была паника. Куда пропал Путин? И, следовательно, и этот вопрос вам. Куда пропал Путин? Ответ от команды КВН по любви. Куда пропал Путин? Это не он пропал, это он нас потерял. Вот такой ответ. Ну? Отвечает команда КВН сборной гиков. Куда пропал Путин? Пропал Путин, забеременела псаки. Совпадение? Не думаю. Отвечает команда КВН по культуре. Куда пропал Путин? Там что-то Лешка всех в гости звал. Хорошо, спасибо. Лехпром. Куда пропал Путин? Новая жена гимнастики учится. Еще один ответ от команды КВН по любви. Куда пропал Путин? А кто голит, кто ищет? И последний ответ от команды, а нет, предпоследний ответ от команды КВН, значит Ваха. Куда пропал Путин? А куда пропал Путин, никто никогда и не узнает. Тайна. Вот и все. Впервые ответ. Можно всем вставать и уходить. Подожди, сначала вопрос. Впервые ответ прозвучит до того, как прозвучит вопрос. Окей, Google. Куда пропал Путин? Вот это да. Большое спасибо. Спасибо Евгению, друзья. Давайте поаплодируем громче. Свой вопрос задают следующий. Евгений. Мистер Салат, друзья. Евгений Сайцев, ваши аплодисменты ему. Спасибо. Всем добрый вечер. Вопрос такой, мало кто знает, но это из старого КВН, а так начинались разминки обычно. Признак, как там, сильной волевой девушки, да, это покупка кота. Вот. То есть есть такие, да, в зале? Следовательно вопрос, а признак сильного волевого мужчины тогда в чем заключается? Сразу ответ от команды парк культуры. В чем заключается признак сильного волевого мужчины? Тут надо к Сереге вопрос, он какое-то животное завести хочет тоже. Аплодисменты. Спасибо. Сразминка. Отвечает команда «Лехпром». Признак сильного волевого мужчины. Покупка сильной волевой женщины. Какой ответ! Слышишь просто! Прям покупка, прям. Покупка. Есть же магазины. Искупать может сильную волевую женщину. А у тебя есть скот? Нет. Есть домашнее животное какое-нибудь? Нет. Интересно. Сильная независимая женщина. Всем интересно в зале? Все сидят и смотрят? Отвечает команда «Команд по любви». Скоро дочка-то точно уже появится у него. Признак сильного волевого мужчины. Мне не нужны признаки. Вот это да! Хотя бы уши, не знаю. Есть ли еще ответы у команд? Есть еще один ответ у команды парк культуры. Признаки сильного волевого мужчины. Жень, ну ты меня понимаешь. Да. Есть ли еще ответы у команд? Вот у меня ваха еще нет. 5, 4, 3. Вот есть ответ у команды сборной гиков. Признаки сильного волевого мужчины. Он жмет от груди сотку. Он же сильный, волевой. Ну чё вы? Отвечает команда КВН. Это из ГТА, из пятого видимо, да? Все свои. Ого. Можно заново вопрос начать, чтобы подольше на тебя посмотреть? Ладно. Признаки сильного волевого мужчины. Кадык. Заведи себе кадык. Все, это были все ответы. Аплодисмент Евгению Сальцеву, друзья! Еще один вопрос от Сергея Ганкина. Всем добрый вечер. Привет, Серега. Серьезно, с вчерашнего дня хожу под впечатлением от рассказа своего друга. Друг работает на стройке в Тюмени, строит мосты. И он там своей девушке выварил из 720 трубы. Чтобы вы понимали, это больше полуметра. Кстати, друг здесь находится, не буду показывать на него пальцем. Вот. Он из трубы выварил для своей девушки сердце металлическое. То есть прямо в трубе. И привез из Тюмени и подарил ей в Новосибирске это сердце. Вот. А какие вы делали подарки или сделаете подарки с своим вторым половинком? Так это не девушка, у нас не так просто шура-мура. Просто на стройке трубу спалить. 720-ю. Какая девушка. И не газовая труба, кстати, да? Какая девушка, когда парень дарит сердце просто из металлической трубы. Ответ от команды, говорим, все свои. Полностью. Полностью. Серьезно? А у меня есть друг, и он выварил, ну чтобы вы понимали, выварил, вырезал из трубы большой, я же правильно говорю, да? Вот, сердце ей. Вот, из металлической большой трубы. И привез из Тюмени сюда и подарил ей. Какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Вот он, сильный волевой мужик. Ответ от команды КВНВ значит Ваха. Если б ты его увидел, ты бы никогда так не сказал. Что это сильный волевой мужик. Вот, а какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Сильной волевой женщине не нужен подарок. Такой ответ отвечает команда КВНВ Лехпром. Я для Дашки купил оленя. Сначала купил, потом убил. Это ответ, это вопрос, ответ. Так. Если и... О, друзья! Эй, Кугрышев забил гол в Багнитогорску! Ура! Ура! Всем пятерки за сбитку! Шестерки! Все победили! Кугрышев первый гол, друзья. Вот. Я сейчас не знаю, как порадовать кого-то. После болтания отвечают, согласен. Вот. А как вы, что вы дарите, какие вы дарите подарки вторым половинкам? Эй, Доширак дважды запариваю. Нормально. Шестерка. Ответ от команды КВНВ все свои. А какие вы подарки дарите полночь опять? У нас просто через 20 минут уже аренда зала заканчивается, поэтому давай быстрее. Вот. Какие вы дарите подарки своим вторым половинкам? А можно спросить, а по документам как это прошло? Труба там, сердце? Не знаю, его ищут теперь. Лидер группы Кармен отвечает, друзья. Просто интересно, как по документам просто человек просто поинтересовался. А как по документам этот опыт? Вопрос, Сергей, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, что вы дарите вторым половинкам? Ну, я не знаю, но у меня друг своей девушке под окнами, карбюраторами, я тебя люблю, выложил. Это, кстати, один и тот же человек. А что вы дарите своим вторым половинкам? Я ей завязал глаза. Можно, пожалуйста, полностью? Так. По любви. Это. Скажите, а что вы дарите своим вторым половинкам? Нет, ну, история там. Ну, познакомились мы с нашим и моим другом давным-давно. Вот. И он сейчас закончил институт и в Тюмени строит мосты. И вот тут недавно вырезал из большой трубы 720-й. Вот. Сердце. Что вы дарите своим вторым половинкам? Да нет, шучу, все нормально. Спасибо. Скажите, что вы дарите своим вторым половинкам? Чтоб со мной жила и хату спалил. Вот такой ответ. И последний ответ на сегодня от команды КВН сборная гиков. А что вы дарите своим вторым половинкам? Реалити квест. Короче, приветствую в Ленёва, а сам уехал. Вот на такой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю разминку под ваши аплодисменты, друзья. На эту сцену хотелось бы пригласить команду КВН Лехпром. Ваши аплодисменты. Ну, а в конкурсе одной песни мы бы хотели вас поближе познакомить с нашим институтом. И кто, как не сами студенты, смогут сделать это лучше всего? Закончила школу, в институт захотела. В Лехпром занесло мое грешное тело. А раньше была я звездой синовала. Теперь я дизайнер, и мне этого мало. Мне этого мало. Мне все равно, а лишь бы срок не мотала. Ай-най-най-най! Лехпром! Ай-най-най-най! Лехпром! Ай-най-най-най! Лехпром! Ай-най-най-най! Лехпром! 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 Белое солнце, Доры Калказа. Я поступал сюда двадцать три раза. И детство мечтал я быть модельером. Теперь меня ждет звездная карьера. Дочи Габбана, Юдашкин Валера! Ай-най-най! Лехпром! Ай-най-най! Лехпром! Ай-най-най! Ай-най-най! Лехпром! 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 Ай-най-най! Лехпром! Ай-най-най-най! Лехпром! Ай-най-най! Лехпром! Ай-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най И если честно, вообще не закончил я школу Но здесь я узнал про все веяния моды Носить с колл сандалий на голую долу Вообще без носков еще с кем-то И короче модный вообще теперь Леппро! 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 Мы вам пропели про наших студентов Теперь мы ждем новых абитуриентов Ну а если серьезно, здесь нету морали На самом деле мы мозг вам взорвали Мы мозг вам взорвали Мы мозг вам взорвали Ай-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-н Продолжение следует...